В распоряжении Казанского федерального университета сейчас находится 30 домов. Из них 20 домов это дома деревни Универсиады, где частный ремонт не требуется. Однако оставшиеся 10 это дома из старого жилого фонда, ежегодно требующие большого внимания. Несмотря на капризность этих домов, Казанский федеральный способен поддержать комфортный уровень для проживания студентов. Например, сейчас ремонтные работы проводятся на красной позиции. В общежитии рабочие укладывают новый асфальт, а в скором времени в общежитии будут улучшены и баскетбольные площадки. Ремонтные работы проводятся и в общежитии на Бутлерово. Но на сегодняшний день по общежитию на улице Бутлерово заменены оконные рамы полностью на пластиковые, проведены там места общего пользования, ремонт, это душевые, это туалетные комнаты, это кухонные полностью комнаты, там где студенты готовят для себя пищу. Соответственно, в общежитии номер 3 были полностью в прошлом году заменены оконные рамы, проведены утепленные мероприятия. Сейчас одно койко-место в деревне Урсиады стоит 515 рублей, в общежитии старого типа 250 рублей. Разумеется, это не окупает затраты вуза на ремонт, но КФУ и не ставит перед собой такой задачи. Часть средств выделяется из государственного бюджета. Кроме того, студент сам может украсить свое жилище. Администрация готова поделиться со студентом строительными материалами, вроде обоев, если он затеет ремонт. Для этого достаточно обратиться к заведующему общежития. Например, вот в этом здании у нас где-то порядка 30-35 комнат студенты. Мы им предоставили обои, обойный клей, краску, все необходимое, и студенты сами своими собственными силами оклеили эти обои. То есть, стройматериалы, то есть, необходимые вещи мы предоставили сами, а работу они выполнили как бы своими собственными руками. С каждым годом количество студентов приезжих увеличивается. Сейчас в общежитии КФУ проживает около 14 тысяч студентов. В отличие от других вузов России, Казанский федеральный университет способен обеспечить каждому студенту место. Кроме того, общежитиями обеспечены студенты, обучающихся в филиалах. Денис Панкратов, Ленар Тавлетяров, Универ Ньюс.